Ксения Меньшикова. Цели и ценности. Как перестать быть таким, как все? Закон магии номер один. Закон самопознания. Маг, не имеющий знания о себе, не может иметь знания о своей магии и, соответственно, власти над ней. Познай себя. Ксения Меньшикова. Этой задачей и посвящена данная книга. Важно предупредить с самого начала. Просто прочитать книгу и извлечь из нее сведения может оказаться недостаточным. По методикам, представленным здесь, нужно работать. Только серьезный анализ собственных мотивов, только честное осознание причин желаний и поступков даст результат. Методика, изложенная далее, подойдет тем, кто умеет причины собственных неудач искать в самом себе, а найдя, не жалеть времени и сил на их устранение. Эта книга совершенно бесполезна для экзальтированных сознаний, искренне полагающих, что Вселенная меня любит и сама все даст. Эта книга для честных и неленивых. Для работы вы узнаете о себе что-то очень важное, то, что не знали раньше. Но для того, чтобы все прошло так, как надо, примите к сведению следующее. Все упражнения, изложенные в книге, нужно выполнять и не жалеть на это времени. Упражнения связаны с анализом, поэтому приготовьте чистые листы бумаги или тетрадку потолще, писать придется много. Не переходите к следующему шагу в работе, пока не выполнен качественно предыдущий. Каждое последующее исследование зависит от результатов предшествующего шага. В техниках, изложенных здесь, нет медитативных практик. Только разум, только умение мыслить, а не чувствовать понадобится вам. Задача всей последующей работы – дать вам эффективный инструмент для согласования целей и ценностей. Инструмент, который должен не только помочь достигать поставленных целей, но и ввести в сознание правила индивидуального успеха. Оно позволит в дальнейшем обеспечить получение целей автоматически. Это не волшебство и не чудо, как может показаться сначала. Успех отличается от удачи тем, что он – успех. Всегда есть результат умения мыслить, анализировать и не бояться смотреть в лицо своей истинной природе. Знающие меня и мою школу догадываются, что инструмент, который я дам, не психологический. Психологией я не занимаюсь. Школа – магическая. И инструмент, который вы получите, работая по изложенной методике, тоже магический. Магия отличается от психологии прежде всего тем, что затрагивает все грани бытия, а не только малый кусок внутренних спонтанных реакций. Она прикасается к силам, природа которых еще не описана. Следовательно, подход в раскрытии собственного потенциала может быть несколько неожиданным для тех, кто с магическим прикосновением сталкивается впервые. Магия – это не заклинания, читаемые за могильным голосом в ночь на полнолуние. Магия – это прежде всего мозги и умение думать, анализировать, сопоставлять несочетаемые человеческой логикой вещи, на первый взгляд, никак не связанные между собой. Магическое мышление отличается от прагматического прежде всего тем, что умеет видеть незримые связи и проводить аналогии там, где обычному человеку с простым сознанием даже и в голову не придет это делать. В связи с тем, что в процессе работы мы будем вынуждены прикасаться к вещам, к которым сознание прикасаться не привыкло, не может или не умеет, нужно быть готовым, что реакция разума в некоторые моменты может быть несколько неожиданной для вас самих. Во-первых, вы можете столкнуться с таким явлением, как ментальный ступор. Не пугайтесь и будьте к этому готовы. Такая реакция сознания вполне обоснованна, когда она сталкивается с информацией, которой не может найти объяснение сразу. Причина подобной реакции в том, что затрагивать вы будете вещи очень значимые, ключи, на которых, возможно, строится вся программа судьбы, все правила удачливости и неудачливости, успеха и неуспеха. Ведь в сознании почти каждого человека находится внутренняя система безопасности, которая не позволяет без нужды касаться судьбоносных ключей разума. Эта система работает как стопор. Пугаться не надо. Через такую реакцию собственного ментала проходят почти все. И слова вроде бы знакомые, и написано по-русски, а ничего не понятно. В этот момент нужно просто остановиться, отложить книгу и позволить полученной информации усвоиться под сознанием. Через некоторое время спазм ментала пройдет, и вы сами будете удивляться, что тут было непонятного. Главное, не злитесь на себя, не ругайтесь, но постарайтесь запомнить. Ваша эмоциональная реакция – это еще не вы. Она имеет право быть, но подавлять собою намерение не вправе. Во-вторых, реакции подсознания одним ментальным ступором не ограничиваются. Излюбленные методы его воздействия на разум – это лень, агрессия или страх, а после – болезнь. Чтобы вы поняли причины такой реакции подсознания на все новое и важное, и через это понимание получили власть над собственными спонтанными реакциями, нужно сделать экскурс в устройство собственной психики. Нужно понять, как она устроена, и найти рычаги управления всем своим сознанием. С этого и начнем.